Музыка Первые дни после Нового года самые таинственные. Рождество, святки, все находятся в ожидании чуда. Неудивительно, что именно эти зимние праздники всегда вдохновляли художников. Работы современных авторов собраны на выставке, которая называется «От звезды до воды». Какие работы на тему Рождества здесь можно найти? Ну, в первую очередь здесь есть живописные работы, например, очень известного художника Забена Аршакуни, который так и называется «Рождество». Оказывается, для этого художника Рождество было связано непосредственно с его семьей, с рождением его сына. Поэтому он изобразил в этом сюжете своего маленького сына и свою жену. Художники тщательно готовились к этой выставке, они придумывали на эту тему новые композиции. У кого-то уже, может быть, были какие-то старые заготовки. Мы ездили в мастерские, включая Москву, и знакомились с работами художников. Материалы для творчества неограничны. Здесь и камень, и дерево, и керамика, и стекло, и металл. А вот эти работы «Ткань и ручное шитье» выполнены вдохновителем выставки художником Мариной Азизян. Марина Азизян – это очень известная петербургская художница. На ее счету огромное количество работ, сценографии, посвященной различным фильмам и спектаклям. Она, объявив об этой выставке художником, очень тщательно проводила отбор. А почему выставка называется «От звезды до воды»? «От звезды до воды» – это старинное название святок. Когда люди жили ожиданием чуда, потому что ведь это все связано с Рождеством. И все это проходило до праздника Крещения. Люди ходили друг к другу в гости, дарили подарки, устанавливали елку. Елку можно сделать из чего угодно. Например, из старых картонных коробок. Или из металлических трубок, на которые нанизаны колеса, от детского велосипеда, лампочки и вентилятор. Даже березовая кора может стать елкой. А вот этот арт-объект называется елкой для сантехника Володи. И сделан он из вандуса. Этот зал является собой образ сказочного леса. Видите, какое огромное количество елок здесь растет. Причем елок очень необычных. Это елки, которые обретают фантастические формы. Елка-башня, елка-пирамида. А что это за доски, которые висят на стене? А, это тоже елка. Если вы присмотритесь, вы ее увидите. Но доски, из которых сконструирована эта елка, очень старые. Скорее всего, они были в употреблении в каком-то доме. Поэтому елка эта сливается с образом язбы. Вот приду домой и тоже сделаю себе какую-нибудь необычную елку. Идеями к Рождеству вдохновились Мария Барковец и Яна Глушецкая.